Уроки по изучению Библии «Захарий и Откровения», возможно, ни одна другая книга не вызывает у читателей столько трудностей, как книга «Левит». При чтении книги «Левит», изучающему Слово Божье, необходимо придерживаться двух основных принципов. Во-первых, он должен осознать, что книга «Левит» является такой же богодухновенной книгой, как и другие книги Библии. Слова Павла о богодухновенности, обращенные к Тимофею, относились прежде всего к книгам Ветхого Завета. Все писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Написано во втором послании Тимофею, третья глава, шестнадцатый и семнадцатый стихи. Непосредственно перед этим Павел упомянул, что Тимофей с детства знал священное писание, стих пятнадцатый. Если в семье Тимофея был весь Ветхий Завет, то, несомненно, в нем была и книга Левит. В этой книге обязательно должны содержаться основополагающие истины, которые необходимо усвоить. Апостол Павел снова заговорил об этом, когда объявил членам церкви в Риме, и мы читаем об этом в пятнадцатой главе послания к римлянам в четвертом стихе. А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Книга Левит начинается с таких слов. «И воззвал Господь к Моисею и сказал ему из Скинии собрания, говоря». Уже самые первые слова книги, как мы видим, свидетельствуют о ее богодухновенности. Содержание этой книги было открыто самим Господом, а не является плодом человеческого ума. Во-вторых, на человеческом уровне автором этой книги, как и других четырех книг, так называемого Пятикнижия, Бытие, Исход, Числа и Второзаконие, был Моисей. Выражение «И воззвал Господь к Моисею» встречается в последующих главах книги не менее пятидесяти шести раз. Такие записи стали называться «Законом Моисеевым». Христос подтвердил истинность Ветхого Завета. Во время Своего служения наш Господь, доказывая, что Он Мессия, указал на связь веры в Моисея и в Него самого, в Господа Иисуса Христа. Мы читаем в книге Евангелия от Иоанна, 6 главе, 46 и 47 стихах. «Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме того, кто есть от Бога. Он видел Отца. Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную». В Евангелии от Луки, в 24 главе, 44 стихе, во время беседы с учениками Он сослался на все пятикнижие. «Вот то, — говорит Он, — о чем Я вам говорил, еще будучи с вами, что надлежит исполниться всему написанному обо Мне в законе Моисеевом и в пророках, и в псалмах». Иисус не только подтвердил истинность всех пяти книг Моисея, во время Своего служения Он прямо ссылался именно на книгу Левит. В Евангелии от Матфея, в 8 главе, в 4 стихе, когда были исцелены 10 прокаженных, Он отослал их к священнику, как того требовала заповедь Моисея. Такая заповедь содержится только в книге Левит, в 14 главе, 30 стихе. В другом случае, когда фарисеи обвиняли Иисуса в несоблюдении субботы из-за того, что Его ученики срывали колосья пшеницы и ели зерно, Матфея, 12 глава, стих 2, в свое оправдание Он привел пример Давида, который, будучи голоден, ел хлебы предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником. Матфея, 12 глава, 4 стих. О законе, на который сослался Иисус, говорится только в книге Левит, 24 глава, стих 9. Приведенная нашим Господом цитата указывает на то, что Он обладал такими же данными Ему свыше правами на священный хлеб, как и на субботу. Исход 20 глава, стихи с 8 по 11. В Евангелии от Уанна, в 7 главе, в 22 и 23 стихах, во время другого диспута о субботе, Иисус упомянул обряд обрезания, который сначала был дан Аврааму, а потом возобновлен Моисеем. А возобновление этого обряда гласит закон, о котором говорится только в книге Левит, в 12 главе 3 стихе. Можно было бы привести и другие примеры, но в наше время критических нападок на Библию, особенно в части Единства Пятикнижия, необходимо понимать, к чему ведет такое критиканство. Когда Библия говорит «И воззвал Господь к Моисею» в начале книги Левит, тогда все очень просто. Мы либо принимаем все, сказанное нам Богом за истину, либо нет. Если мы не можем принять на веру Слово Божье, тогда мы также должны сомневаться и в Моисея, и, соответственно, в том, что Иисус является истинным Мессией, потому что Он верил и в то, и в другое. И таким образом, вся вера в достоверность Библии и ее исторических персонажей опирается на ее богодухновенность. А если так, то этот стих, первый стих книги Левит, сообщает нам имя земного автора Моисей. Еврейская традиция однозначно приписывает именно ему авторство этой книги, а также и остальных книг Пятикнижия. На горе Синай Моисей получил не только указания постройки Скинии, но и закон, говорится в книге Исход, начиная с 20 главы 1 стиха по 23 главу 33 стих. Эти законы и установления занимают большую часть книги Исход и повторяются во второзаконии. Должно быть, книга Левит была написана сразу после окончания постройки освящения Скинии, о чем мы читаем в 37 главе Исход в 40 стихе. Левит представляет собой хорошо составленное справочное руководство для ветхозаветных священников. По своему содержанию эта книга отличается от книги Исход и книги Второзакония тем, что она является книгой священников и в ней говорится об обязанностях Израиля перед Господом. Апостол Павел указывает, что закон был нашим детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верой. Послание к Галатам, 3 глава, стих 24. А если так, то разве нам не следует искать даже в такой трудной для чтения книге, как Левит, ключевые понятия, которые должны вести нас ко Христу. В этих уроках мы как раз и ставим перед собой задачу найти эти истины, указывающие на Христа. Левит можно назвать книгой священников, назначение которой состоит в том, чтобы обеспечить грешному человеку доступ к святому и справедливому Богу. Эта книга содержит ряд ключевых слов. Слово «святость» встречается в ней 87 раз, грех и нечистота 194 раза и кровь, которая очищает, 89 раз. Книга «Левит» заключает в себе по меньшей мере пять принципов. Во-первых, народ израильский это исключительный народ, выкупленный Богом и, будучи таковым, отделенный или освященный. Для чего? Во-первых, чтобы сохранять свою святость ради служения и поклонения единому истинному Богу. И, во-вторых, чтобы поддерживать доступ к Богу с помощью левитского священства посредством заместительного искупления, когда невинные жизни животных приносились в жертву за жизнь согрешившего человека. Во-вторых, поскольку доступ к Богу возможен только через его милосердие и благоволение, правило о том, как Израилю надлежит представать перед ним, должны исходить от него самого, а не от человека. Все придуманное людьми могло рассматриваться только как попытка самооправдания. В-третьих, будучи святым народом, Израиль должен был отличаться от окружающих их народов. Отсюда им надлежало соблюдать все, что повелел Бог. Они должны были отказаться от всех форм половой нечистоты и считать узы брака священными. Они должны были избегать контакта с испорченной и разлагающейся материей, в частности, с трупами и с людьми, пораженными какими-либо заболеваниями. В-четвертых, нельзя было жертвовать Богу ничего, что было испорчено или быстро портилось. Сюда относились дрожжи, молоко, которое быстро скисает, мед, который бродит, свиньи, которые ассоциировались с языческим поклонением, одежда, сшитая из разнородных материалов, например, из шерсти и льна, что означало смешивание святого с нечистым. В-пятых, для Израиля главенствующую роль в году играли религиозная жизнь и религиозные праздники, а число семь имело особое значение. Каждый седьмой день был священной субботой, каждый седьмой год был субботним годом, когда земля отдыхала. Через семижды семь лет пятидесятый год считался юбилейным годом, в который все проданные земли возвращались их первоначальным владельцам. Пасха праздновалась вечером четырнадцатого дня, два раза по семь месяца авива. Праздник апресноков отмечался в течение семи дней. Праздник пятидесятницы отмечался через семижды семь дней после приношения жертвы потрясания. Седьмой месяц Тисри был особенно освящен тремя святыми праздниками праздником труб, днем очищения и праздником кущи, который отмечался семь дней, а на восьмой день созывалось заключительное собрание. Из этой книги мы также узнаем, что базовый принцип, лежащий в основе кровавых жертвоприношений, состоял в искуплении, очищении путем замещения, когда вместо виновной стороны жизнь отнимается у невинной жертвы. В книге названы пять жертв с пролитием крови. В наших последующих уроках мы рассмотрим, какое значение эти жертвы имеют для нас и как они усвоены в Новом Завете через образы и ветхозаветные прообразы. Пусть это исследование сделает нас благодарнее нашему Небесному Отцу, который в своей бесконечной мудрости и прозорливости дал нам все это, несмотря на то, что мы грешники. Все слайды с уроками можно найти на приложении Капли Сота. Там добавляются регулярно новые уроки. Субтитры создавал DimaTorzok